За время приема к заместителям мэра Сочи обратились 38 граждан. Четверых заявителей в режиме видеоконференции связали с краевой администрацией. По словам начальника управления по работе с обращениями граждан, сочинцы волновали вопросы предоставления жилья, капремонта, переселения из аварийного жилья, затрагивают горожане и проблемы вода, газоснабжения, а также канализования. В целом же в текущем году в администрацию поступило 21 тысяча обращений граждан. По сравнению с прошлым годом цифра уменьшилась на 10%. Какие формы работы применяются исполнителями для объективного рассмотрения и на что вам, кажется, надо обратить необходимое внимание администрации города, администрациям внутригородских районов для того, чтобы более тщательно, оперативно решать эти вопросы? Снижение на 10% и, в общем-то, это связано, я думаю, с большой положительной динамикой решения вопросов, которые происходят в городе. Все жители это видят. Надо максимально рассматривать практически все обращения со встречи с заявителями в свое изданное место для того, чтобы разобраться со всеми проблемами жителей, принимать их на личных приемах. С горожанами нужно чаще контактировать, подчеркивает первый вице-мэр. Именно в таком случае количество обращений будет уменьшаться. Исходы граждан должны проводиться ежеквартально, как сейчас это происходит в Хостинском районе курорта, куратором которого является Мугдень-Чермит. Думаю, что эту практику надо распространить на весь город. Люди будут понимать, что ежеквартально с ними встречаются, слышат и видят их проблемы волнующие, отвечают на них. Здесь же есть представители Сочи-Горгаза, здесь есть те, кто занимается дорогами, здесь есть те, кто занимается здравоохранением в городе и так далее, и так далее по всем направлениям. Поэтому я думаю, что это, если мы работу организуем именно в таком формате, я думаю, что это вызовет, несомненно, снижение обращений граждан. Да, хорошо принято. Сделаем. Напомню, общероссийский день приема граждан прошел накануне во всех госструктурах по поручению президента страны.